В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Торжественный митинг, парад военной техники и возложение цветов к вечному огню. Саровчане отметили День Победы. Партизанская слава неуловимая. Реконструкция боевого сражения на Масликинской горе. Бегущие сердца. В Сарове прошел первый благотворительный забег. Далее расскажем обо всем подробнее. Торжественное шествие. Георгиевские ленты. Парад военной техники. Саровчане отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Сложно найти семью, которой бы не коснулась война. Традиционно в День Победы на площади Ленина прошел торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». На груди ордена и медали, в руках красные гвоздики, как символ праздника, со слезами на глазах. Свидетелей страшных событий Великой Отечественной становится все меньше. Они воевали на фронте, трудились в тылу и восстанавливали страну в послевоенные годы. На традиционном митинге, посвященном Дню Победы, у ветеранов самые почетные места. В их адрес звучат слова безграничной благодарности за мирное небо над головой. Пусть будет мир на земле, вода в Девеевском роднике, свежий сыровский хлеб на столе, надежда и уверенность в дне, соберенность и счастье дома и огромной стране. В годы Великой Отечественной на фронт отправилось 950 сыровчан. 523 воина не вернулись с полей сражений. Именно тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу, увековечены у мемориала «Вечный огонь». Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений. На 50 долгих лет мир погрузился бы в тишину, если бы по каждому нашему соотечественнику, погибшему в Великой Отечественной войне, была объявлена минута молчания. Активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды» выносят на центральную площадь города знамена пионеров 30-х и 70-х годов. В рамках проекта «75 лет победы» были сделаны 18 табличек с портретами пионеров-героев. Их пронесли лучшие представители школьных детских организаций. Во второй раз в праздничном параде принял участие конно-спортивный клуб «Саров». После чего саровчане увидели колонну ретро-техники военно-исторического общества «1945». Шествие к вечному огню открыли участники традиционной акции «Бессмертный полк». Это мой прадед Бахонин Петр Петрович. Узнала я совсем недавно, что обращалась в организацию, которая поиск ветеранов. Мне ребята помогли, подсказали, что он погиб на Украине в 43-м году. Был танкистом. Это мой прадедушка, его зовут Тимохин Григорий Иванович. Он родился в 2013 году, он прошел всю войну 41-го года и выжил. У него было много разных наград. У него было как минимум два ордена, у него есть медаль за отвагу. Он был лидером мотоциклетных войск. Внучка Нины Шумовой исполняет знаменитую песню военных лет «Катюша». Для маленькой певицы Лили и ее семьи 9 мая – особенный день. На полях сражений Великой Отечественной воевал папа Нины Ивановны Иван Гаврилович Михеев. В 41-м году у них организовалась 133-я стрелковая дивизия ПТР. Это противотанковые ружья. Они первыми шли в бой на танке с этим противотанковыми ружьями. Саровчане прошли по проспекту Ленина до Вечного огня, где возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Невнимательность покупателя в продуктовом магазине обошлась ему почти в 2000 рублей. Мужчина отвлекся на звонок телефона и не заметил, что обронил портмоне. Выпавший из сумки кошелек тут же подобрал стоявший рядом молодой человек и положил себе в карман. Мужчина обнаружил отсутствие вещей только дома и обратился с заявлением в полицию. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Сколько стоит мужская дружба? Один из жителей нашего города теперь точно знает цену за душевным разговором на кухне. Мужчина пригласил себе в гости друга, вместе с которым распивали спиртные напитки и делились друг с другом наболевшими проблемами. После его ухода обнаружил о том, что из шкафа пропали денежные средства в размере 70 тысяч рублей. Саровчанин тут же обратился в дежурную часть полиции с просьбой разыскать деньги за одной из закадычного друга, который теперь стал бывшим. В ходе оперативно-рыскных мероприятий данное лицо установлено. Им оказался житель Сарова, гражданин П, 86-го года рождения, ранее несудимый. На дорогах тоже было неспокойно. На улице Курчатова на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома номер 29 водитель Тойоты сбил пешехода. Пострадавшая пенсионерка была госпитализирована в хирургическое отделение КБ-50. Следственное повреждение у него в виде перелома наружного мышелка и перелома левой большеберцовой кости. Этот пешеходный переход уже не в первый раз фигурирует в сводках госавтоинспекции. Прошлой осенью на этом же месте пострадал подросток. Сотрудники ГИБДД просят горожан быть внимательными и переходить дорогу, только убедившись, что автомобилисты вас увидели и сбавили скорость. 17 мая в нашем городе пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Двери выставочных площадок и музеев будут открыты для саровчан с 7 часов вечера и до полуночи. В программе акции, презентации выставок, концертные и игровые программы, творческие мастерские и благотворительные акции. Подробнее о «Ночи музеев-2019» можно узнать на сайте Art.Sarov. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат областного ЗАГС Собрания Юрий Якимов приведет личный прием граждан. Пообщаться с народным избранником и задать им интересующие вопросы саровчане смогут в среду 15 мая с 5 до 7 вечера. Встреча пройдет по адресу проспект Ленина, дом 4. Предварительная запись по телефону 38549 и 38502. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» выложили в сеть новый клип. Музыканты исполнили песню казаки в Берлине на стихи писателя, военного корреспондента Цезаря Саладаря. Он написал их в День Победы, 9 мая 1945 года. Вдохновившись увиденным на улицах занятой советскими войсками германской столицы. По традиции в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности, в том числе и саровчане. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте Ютуб. Детская школа искусств приглашает саровчан на отчетный концерт «Фейерверк талантов». Он пройдет 15 мая в Доме молодежи начала в 18 часов. Телефон для справок 98400 и 53210. В Центре культуры и досуга вне прошел традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Главными гостями вечера стали ветераны и труженики тыла. С праздником их поздравили первые лица города и ядерного центра. Концертную программу подготовили вокалисты и танцоры в узкого русского народного хора. Подробности в следующем репортаже. На традиционный праздничный концерт пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Тружеников тыла и тех, чьи детские воспоминания омрачены голодом, разрухой и грохотом снарядов. С теплыми словами поздравлений к ним обратились представители городской думы и администрации. Мы должны помнить и мы помним всех наших соотечественников и всех, кто положил свою жизнь на защиту нашего отечества. В 41-45 годах тех, кто пережил войну, восстанавливал разрушенное наше хозяйство, нашей страны. Воспоминания о тех страшных событиях ветераны пронесли через всю жизнь. Сейчас в нашем городе живет 41 участника Великой Отечественной войны, 32 жителя блокадного Ленинграда, 23 человека еще детьми прошли через ужасы фашистского концлагеря. Всего из Саров ушли на фронт 950 человек. Более половины из них не вернулись с полей сражений. Сегодня мы особо поздравляем и честуем ветеранов. Мы вспоминаем тех, кто не пришел с этой войны. Мы преклоняемся перед ними и вспоминаем в словах памяти. Мы сегодня вспоминаем тех, кто пришел и не дожил до этих дней, но был счастлив, потому что произнес это слово победа. Солисты государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова подготовили для гостей вечера праздничную концертную программу. Они исполнили песни военных лет, композиции известных советских поэтов-песенников. Отдельных аплодисментов удостоился участник ансамбля, который виртуозно исполнен на балалайке попури из известных композиций. Зрители узнавали любимые мелодии с первых аккордов. Участники хора исполнили не только песни, они представили зрителям стилизованные танцевальные номера на тему военных событий. Выставка, ретро-техники, фронтовой концерт и реконструкция событий Великой Отечественной войны. Склон Маслихинской горы стал еще одной площадкой праздничных мероприятий ко Дню Победы. Дети и взрослые могли рассмотреть автомобили, которые использовались на войне, и послушать песни тех лет. Кульминацией стала реконструкция одного из реальных сражений. Крики женщин и плащ детей, выстрелы и взрывы. Фашисты пригнали на железнодорожную станцию жителей соседней деревни. Мальчишек и девчонок они кидали в вагон для отправки в концлагерь. Бабушек и матерей заперли в избе, чтобы сжечь. Но чиркнуть спичкой им не дали внезапно появившиеся партизаны. Так начинался сюжет реконструкции, которую подготовили участники военно-исторического объединения 1945-й. Этот случай действительно написан в книгах, причем в нем принимал участие будущий житель нашего города. Мы этот сюжет нашли, раскопали. Даже фильм был снят на этот, но его, собственно говоря, на фоне всего этого построили. Всего в реконструкции приняли участие более ста человек. Деревенских жителей изображали добровольцы из Сарова. В роли красноармейцев, партизан, солдат вермахта выступали члены различных военно-исторических клубов из Казани, Нижнего Новгорода, Сарата, Владимирской области. Каждый приехал со своим оружием. Автоматическое оружие, пулеметы все времен Второй мировой войны. То есть у нас все аутентичное, все правильное, настолько, что, как бы сказать, добиваемся всего честности, так сказать. Подготовка реконструкции заняла почти год. По задумке организаторов, все детали военного обмундирования должны соответствовать той эпохе. Кирзовые сапоги, вещмешок за плечами, саперная лопатка. Экипировку партизан подобрать гораздо проще. Партизан это не так сложно, в общем-то, реконструировать, потому что практически здесь присутствуют как элементы военной униформы, так и гражданской одежды. Достоверности происходящей реконструкции добавляла военная техника. Офицеры и солдаты обеих армий передвигались на мотоциклах и машинах времен Великой Отечественной войны. Автомобили, не задействованные в реконструкции, были представлены на выставке ретротехники, где каждый из желающих мог их детально рассмотреть. Полуторка, ГАЗ-М, автомобиль Виллис, производство Форд. То есть вот эти автомобили у нас бывают в городе очень редко, так как в основном они стоят на выставке в Москве. Подготовка следующей реконструкции начнется практически сразу. Несколько дней отдыха и участники будут искать подходящее событие Великой Отечественной войны. Писать сценарий и готовить декорации. А в торговом центре «Атом» 9 мая звучали песни о победе. Музыкальный флешмоб, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, организовали ученики из 20-й школы и их родители. Под аккомпанемент баяна школьники исполнили знаменитую «Катюшу», «Смуглянку», «Синий платочек» и «День Победы». На праздничном флешмобе побывала наша съемочная группа. В годы Второй мировой «Катюшу» на разных языках пели партизаны Италии, Греции, Франции. Её и сегодня можно услышать во всём мире. Куплеты популярной военной песни в День Победы звучали в торговом центре «Атом». Музыкальный флешмоб организовали учащиеся школы номер 20 вместе с родителями. Это спонтанное мероприятие для наших деток. Честно, подглядели в ютубе, очень идея понравилась. Пришла в школу, поговорила с своим классом. Десять человек активно сказали «да». И, соответственно, пошла в начальную школу, где мы с первым классом были. День Победы – праздник особенный. Он, как никакой другой, каждый год объединяет людей. Поэтому к музыкальному флешмобу с удовольствием подключались многие посетители торгового центра. День Победы – это великолепный праздник, который объединил всех людей благодаря ветеранам. Мы должны благодарить наших дедов, отцов, которые участвовали на войне или были в это время. Если бы не они, мы бы сейчас, наверное, не смогли вот здесь стоять и петь. Для меня это честь – петь здесь, для своего деда, для всех ветеранов, которые защитили нашу страну. Под аккомпанемент Баяна школьники исполнили песни «Смуглянка», «Синий платочек» и «День Победы». А все, кто принял участие во флешмобе, получили сладкий подарок. В День Победы впервые в нашем городе прошел благотворительный легкотетический пробег «Бегущие сердца». Его участники преодолели дистанцию 2,5 километра. Средства, собранные по итогам пробега, будут направлены на покупку специализированной инвалидной коляски для юного саровчанина, семья которого подопечный волонтерскому центру «Радость моя». Подробности далее. За час до старта традиционной легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы на площади собрались участники первого в Сарове благотворительного пробега. Они не будут мериться силами и бороться за места на пьедестале почета. Объединив спорт и благотворительность, организаторы пробега решили показать, что совершать добрые поступки и помогать людям можно и таким образом. В голове появилась идея о том, что можно совместить приятное с полезным. Когда сказать, спорт – это и приятное занятие, и полезное, но еще более полезное занятие – это благотворительное дело. Мысль объединить легкую атлетику и благотворительность появилась у волонтера центра «Радость моя» Яны Афимьиной. Она признается, что не ожидала увидеть на старте благотворительного пробега столько желающих помочь маленькому саровчанину. Дистанцию 2,5 километра преодолели более 70 человек. Я считаю, что это очень важно. Это такая помощь и привлечение внимания многих людей. Ученица 12-й школы Татьяна Кошкина занимается баскетболом, но решила попробовать себя в другом спорте и преодолеть легкоатлетическую дистанцию. На первый в Сарове благотворительный пробег «Бегущие из сердца» пришла еще одна ученица 12-й школы Алина Лабушкина. Девушки активно разминаются перед стартом. Для меня как такая большая честь, что я могу чем-то помочь таким детям, которые нуждаются в этой помощи. И то, что я могу нести в какой-то вклад в развитие благотворительности в Сарове. По итогам пробега волонтерам удалось собрать лишь часть необходимой суммы. Инвалидная коляска для юного саровчанина, страдающего тяжелой формой ДЦП, стоит 160 тысяч рублей. Сбор средств продолжится 17 мая на празднике благотворительности «Белый цветок» по адресу Мира, 50, в рамках общегородской акции «Ночь музеев». Начало в 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Константин Перевозчиков. Константин Перевозчиков.